Уильсинген Санамать, Финляндия Белорусским безработным скоро придется платить за воду, газ и отопление больше остальных граждан страны Есения Милайнин Уильсинген Санамать, Финляндия 11 февраля 2019 года В начале февраля администрация Белоруссии приняла решение проявить милосердие Безработные начнут платить за горячую воду по увеличенному тарифу только в марте Изначально чтимость коммунальных услуг для безработных владельцев квартиры должна была увеличиться уже в феврале Решение принято для того, чтобы граждане, попавшие в списки, имели дополнительную возможность подтвердить свою занятость или трудную жизненную ситуацию Еще и в феврале 2019 года, сообщило Министерство труда и социальной защиты Белоруссии 4 февраля В Белоруссии опять заговорили о тунеядцах, или социальных иждивенцах, то есть о безработных Старый советский термин вновь стали активно использовать после того, как в 2015 году администрация приняла закон о наказании трудоспособных граждан, не занятых на рынке труда Вскоре закон начнет действовать на практике В марте повысится тариф на горячую воду для безработных В октябре – на отопление и газ В списке тунеядцев – примерно полмиллиона человек В течение февраля они еще могут попытаться покинуть список Дизайнер и художник Игорь Клещук больше в этом списке не числится В начале 2016 года, когда власти страны только начали вводить закон в действие, Клещук получил письмо счастья, как называли известия о включении в список тунеядцев Те, кого классифицировали как тунеядцев, тогда получили штраф в 200 евро В стране, испытывающей экономические трудности, это была значительная сумма Сейчас средняя зарплата в Белоруссии составляет около 420 евро Белорусов считают очень терпеливыми, но в этот раз граждане разозлились В начале 2017 года по всей стране прошли демонстрации, в которых приняли участие многие бывшие сторонники самодержавного президента Александра Лукашенко и те, кто ранее относился к оппозиции с недоверием Это напугало Лукашенко, и весной 2017 года он приостановил реализацию закона Закон был изменен Вместо штрафов минус повышенная плата за коммунальные услуги Клещук тоже разозлился и выразил протест в своей группе российской социальной сети ВКонтакте В группе рассматривались совсем другие проблемы Когда вышел закон, я переименовал ее и сосредоточился на этом В группе тунеядцев и социальных иждивенцев он публиковал записи из блога и статьи, касающиеся этой темы Число участников увеличивалось примерно на 100 человек в день и в итоге превысило 6000 человек Власти тоже заинтересовались Позже в доме Клещука провели обыск, потому что милиция подозревала его в хранении наркотиков Меня хотели запугать Сработало Он перестал руководить группой Белоруссия – самодержавная страна, чьей экономикой уже давно управляет государство Лукашенко стал президентом в 1994 году, одержав победу на последних свободных выборах в стране Ему помогла игра на чувстве ностальгии по советскому времени Лукашенко даже не пытался продвигать страну к демократии и рыночной экономике Долгое время существовал своеобразный общественный договор, согласно которому государство гарантировало гражданам работу Относительно равномерное распределение доходов среди граждан и стабильность Граждане, в свою очередь, гарантировали политическую пассивность С теми, кто считал иначе, разбирались методами полицейского государства Такая ситуация стала возможна потому, что Россия давала Белоруссии кредиты и продавала стране газ и сырую нефть по выгодной цене Белоруссия перерабатывала нефть и перепродавала ее, получая хорошую прибыль В последние годы в экономике Белоруссии возникли трудности, что во многом можно объяснить экономическими проблемами России В Белоруссии, безусловно, выраст частный сектор, который составляет уже половину экономики Однако и для частного сектора Россия – большой рынок сбыта Таким образом, недовольство уходит корнями в экономические проблемы Уровень безработицы поднялся, как и уровень эмиграции Лукашенко одобрил небольшие изменения в экономике и назначил министров с прореформистскими взглядами Но, по мнению экспертов, на данном этапе администрация страны все же не поощряет успешных граждан, а наказывает неуспешных, что замедляет реформирование страны Сейчас страна вводит в действие новую версию закона о тунеядцах В Белоруссии государство оплачивает часть коммунальных услуг, например, часть стоимости горячей воды Тунеядцы лишатся этой поддержки, то есть им придется оплачивать все коммунальные услуги целиком Данных о точных суммах пока нет ни у кого Оплата горячей воды повысится ненамного По словам чиновников, примерно на 3 евро с человека Осенью цены могут еще подняться, поскольку отопление – самая дорогостоящая часть коммунальных услуг По некоторым оценкам, оплата достигнет 13 евро в месяц Эти суммы гораздо меньше штрафов Вдобавок закон больше не касается тех, кто стал безработным недавно или только-только закончил университет, а также родителей маленьких детей Письма, вызывающие недовольство, больше не приходят Каждому нужно самостоятельно выяснять ситуацию Старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра, Берач, Лев Львовский говорит, что с юридической точки зрения закон довольно необычен В особенности во время протестов многие думали, что закон был создан для того, чтобы ограбить людей На самом деле этот закон создает негативное сальдо для бюджета страны Это значит, что на сбор денег государство затрачивает больше средств, чем получает Закон был создан для того, чтобы бороться с безработицей По мнению Львовского, наказание не лучший способ Еще одно объяснение Попытка получить деньги от теневой экономики Тогда нужно обложить налогом теневую экономику и не назначать одинаковую сумму для всех Для борьбы с теневой экономикой нужно не преследовать тех, кто зарабатывает 400 евро, а искать более крупные объекты, говорит Львовский Сейчас люди с большими доходами могут решить проблему, заплатив небольшую дополнительную сумму Речь не идет об экономической теории От закона нельзя отказаться полностью, поскольку тогда руководство страны потеряет лицо, считает социолог Алена Артеменко Минус однако перемены говорят о том, что протесты подействовали, и власти прислушались Так было и в 2011 году, когда граждане страны выступили против запланированного повышения стоимости бензина Артеменко говорит, что не ждет новых демонстраций На каком-то этапе государственная помощь будет исключена из коммунальных выплат у всех Вероятно, все не так спокойно, как кажется, говорит политический обозреватель новостной страницы Тутбай, Тут.Б, Артем Шрайбман Я не уверен, что ситуация станет спокойнее, а люди будут более довольны своим уровнем жизни По мнению Шрайбмана, руководство страны знает, насколько тяжелы условия жизни в некоторых регионах страны Многие получают всего по 200 евро в месяц Недовольство граждан находится на таком уровне, что достаточно искры Это одна из причин, почему Лукашенко вряд ли ослабит контроль во внутренней политике Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ